МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Острые чиновники ожидают, что война затянется на пять лет. Скорее всего, Украина как минимум через два года предпримет попытку второго крупного контрнаступления. 28 декабря японская газета Nikkei опубликовала материал, в котором сообщается, что во время встречи 20 марта 2023 года Путин сказал Сидиньпину, что Россия будет вести военную операцию в Украине пять лет и выйдет, цитата, победителем. Украина меняет стратегию в войне и переходит к активной обороне, пишет Financial Times. Она подразумевает прощупывание слабых мест противника. О том, что в войне наступила новая фаза, в декабре заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он приказал армии возвести новые укрепления вдоль ключевых участков линии фронта, сигнализируя о переходе от наступательной позиции к оборонительной. Стратегию перехода к обороне поддерживают самые сильные союзники Киева, комментируют эксперты. Соединенные Штаты также настаивают на более консервативном подходе. Вместо сухопутного наступления основное внимание должно уделяться удержанию имеющейся территории, укреплению позиций, наращиванию запасов и сил в течение ближайших месяцев. Европейские и мировые политики и представители крупного бизнеса на всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе поддержали Украину и высказывали беспокойство тем, что Киев теряет внешнюю финансовую поддержку в решающий момент. При этом они, как публично, так и в кулуарах, призывали окончить войну дипломатическим путем. 16 января на форуме выступил президент Украины Зеленский. Он отверг идею заморозки конфликта, назвав Путина хищником, который не будет довольствоваться замороженной пищей. Цитата «Замораживание войны не станет ее окончанием». Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на пресс-конференции в Давосе также заявил, что Украине не нужны замороженные конфликты. Украине нужен справедливый мир. Перед этим, 15 января, на форуме обсуждалась формула мира, представленная Зеленске в ноябре 2022 года. В нее входит полный вывод российских войск, наказание военных преступников и выплата Украине компенсацией за причиненный ущерб. А еще на форуме, который, к слову, сегодня завершил работу китайской, делегация отказалась от встреч с товарищем Зеленским. Это стало ударом для Киева. По сведениям источников, китайцы не стали встречаться с Зеленским намеренно, а не из-за проблем с расписанием. Издание «Политика» делает вывод, что Китай окончательно встал на сторону России. Коммунистический Пекин холодно относится к Украине, продолжая поддерживать Путина, заключила газета. Зеленский позже пытался убедить всех, что, мол, не очень-то и хотел встречаться с премьером госсовета КНР литяне, он где лицо второстепенное. Киев хочет организовать телефонный разговор между президентом Украины и самим Си Диньпином. Зеленский добавил, что ему важны не диалоги, бла-бла-бла, а решения, которые принимают те или иные лидеры. Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы согласовали создание линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, сообщает пресс-служба эстонского министерства. На линии обороны будет размещено 600 бетонных бункеров. Балтийская оборонительная зона – это тщательно продуманный проект, необходимый для безопасности. Война России в Украине показала, что помимо техники, боеприпасов и живой силы, нам нужны такие объекты физической обороны на границе, чтобы защитить Эстонию с первого метра. Заявил министр обороны Ханна Певкур. Оборонительная линия позволит предотвратить боевые действия. Концепция боевых объектов была согласована в июне 2022 года на саммите НАТО в Маденде. Также страны Прибалтики договорились об укреплении оборонительной линии системами залпового огня «Хаймарс». Египет, Ордания, Катар, Эмираты и Саудовская Аравия подготовили план по регулированию конфликта в секторе газа при посредничестве США, сообщил Блумберг со ссылкой на источники. Израиль не считает предложение эффективным. В рамках плана арабские страны готовы направить финансовую помощь на восстановление газа. При этом для выделения значительной суммы необходима гарантия от Израиля о том, что построенная инфраструктура не будет вновь уничтожена. План также предполагает нормализацию отношений Саудовской Аравии и Израиля. Этот процесс должен был завершиться к концу прошлого года, но переговоры прервались из-за войны между Израилем и Хамасом. Взамен на возобновление переговоров саудиты требуют от Израиля уступок для палестинцев, в том числе оставить сектор газа под их контролем. 16 января премьер-министр Израиля Бенемин Нетаньягу заявил, что ожидает продолжения войны до 2025 года. Он исключил возможность создания палестинского государства после окончания боевых действий. После уничтожения боевиков, утверждает Нетаньягу, Израиль установит полный контроль безопасности в секторе газа, чтобы добиться его демилитаризации, дерадикализации и восстановления. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель объяснил, что два главных конфликта, влияющих на Европу сейчас, это война в Украине и в Газе, при этом он продемонстрировал принципиально разные отношения к ним. Первую Боррель охарактеризовал как колониальную. Он объяснил, что Россия, пока не оставит своих имперских планов, будет оставаться угрозой для всех соседей. С ближневосточным конфликтом, по мнению Борреля, все наоборот. Нужно прекратить огонь, создать государство для палестинцев, и тогда наверняка многолетняя война сразу закончится. Мы считаем, что решение о двух государствах должно быть навязано извне, чтобы установить мир, сказал Боррель. Часть ответственности он возложил на международное сообщество и даже на себя лично, потому что на Израиль слишком мало, по его мнению, давили с целью создания палестинского государства. По поводу финансирования хамасовцев другими ближневосточными странами, продажа ему оружия и подготовки террористов за рубежом Боррель ничего не сказал. Так же, как и о планах боевиков по уничтожению евреев и захвату израильских земель. From the river to the sea, как говорится, в одной набившей оскому присказки. Тема резни 7 октября, в которой были жестоко убиты более тысячи безоружных израильтян, в речи Борреля, увы, не прозвучала. Делегация хамаса во главе с руководителем Бюро международных связей Мусой Абу Марзуком сегодня прибыла в Москву. И встретилась со спецпредставителем по Ближнему Востоку и странам Африки в ранге замглавы МИД Богдановым. Представители хамаса посещают Москву регулярно, начиная с марта 2006 года. Власти России не признают хамас террористической организацией и не препятствуют деятельности эмиссаров группировки на территории РФ. Несмотря на то, что среди жертв терактов, совершенных боевиками, были и российские граждане. Израильтяне неоднократно обращались в МИД России и Госдуму с просьбой их разъяснить позицию Кремля. По данному вопросу ответ получен не был. Совет директоров компании-производителя мороженого и щербета Беннаджерис призывает к прекращению огня в секторе Газа, заявила председатель Совета директоров Ануратха Миттл. Миттл, которая ранее выступала за бойкот Израиля, заявила, что призыв к прекращению огня был сделан независимо от лица самой компании, которая принадлежит Юни Ливер. В заявлении не упоминается хамас или заложники, которых террористическая группировка удерживает в Газе. Беннаджерис присоединилась к списку организаций и госорганов, призывающих к прекращению огня. В начале декабря Объединенный профсоюз работников автопрома стал крупнейшим профсоюзом, призвавшим к прекращению огня в Газе, присоединившись к профсоюзу почтовых работников. Starbucks Workers United в начале войны разместил сообщение в поддержку палестинцев, что привело к призывам бойкотировать сеть кофея. Напомню, летом 2021 года власти Израиля обвинили в антисемитизме. Компанию Беннаджерис было опубликовано заявление, в котором фирма сообщила о решении прекратить продажу мороженого в поселениях на западном берегу реки Иордан, поскольку это на оккупированных палестинских территориях несовместимо с ценностями компании. Беннаджерис решил позиционировать себя как антиизраильское мороженое. Это моральная ошибка. Я верю, что это также окажется ошибкой в бизнесе, заявил тогдашний премьер-министр Израиля Нафтали Беннад. В свою очередь, Ейр Лапит назвал шаг Беннаджерис позорной капитуляцией перед антисемитизмом. После случившегося Беннад провел телефонный разговор с гендиректором Юни Ливер Алланом Джоупом и пригрозил ему серьезными последствиями. В свою очередь, в самой Юни Ливер заявили, что приобрели Беннаджерис в 2000 году и по договору независимый совет директоров в последние сохраняет контроль над решениями, касаемо социальной миссии. Двое жителей Нью-Йорка подали в суд на Мадонну за то, что она начала концерт на два часа позже времени, указанного в билетах. ИСЦ посетили выступление певицы 13 декабря. Оно проходило в рамках гастрольного тура Celebration. Шоу должно было начаться в 8.30, но поп-королева вышла на сцену после 10.30 вечера. Концерт закончился около часа ночи. Поклонники не смогли воспользоваться общественным транспортом и потратились на такси. Кроме того, на следующий день им пришлось рано вставать. ИСЦ предъявили претензии не только к Мадонне, но и к площадке Барклэйс Центр, где проходил концерт, и к компании Life Nation, которая занималась оргвопросами. В иске указано, что на следующие два шоу в Нью-Йорке певица также опоздала. Сумма требуемой компенсации не сообщается. В 2019 и 2020 годах Мадонну уже подавали в суд. По той же причине дела были прекращены по инициативе ИСЦов. На стройе 65-летняя певица стартовали в октябре. Выступление продолжится до апреля. Пока это все новости к данному часу. Оставайтесь на нашем канале, на канале RTN. После рекламной паузы мы продолжим вечерний выпуск новостей. В студии для вас сегодня работает Наталья Быстрецкая. До встречи. Продолжение следует...